итак доброго времени суток друзья приветствую вас на канале razon game и предлагаю вместе со мной отправиться и посмотреть на новый проект который открылся буквально неделю назад расположен этот проект на базе арма 3 ну и называется как видите high life но проект не новый он открылся полторы недели назад но он до этого уже существовал на просторах интернета у него была своя репутация свои игроки затем проект закрылся и открылся вновь вот на этот вновь открывшийся проект мы с вами и посмотрим к сожалению авто подключения нету ip адрес и шлюз вписываем вручную ну и вот заходим такая вот меню нас встречает выбираем место но я естественно выбрал ковалу по привычке уже ну и появляемся точка появления как видим достаточно стандартно давайте последуем центр города и посмотрим на него ну и мы видим что заменены текстуры дорожных покрытий как главных так и второстепенных ну а в самой ковали я бы сказал минимализм изменения есть конечно же но не глобальные и в общем то такие достаточно приятные взгляду но вот единственное что режет взгляд вот этот вот магазин сотовой связи напротив этой площади стоит оружейный магазинчик ну в общем то и все все изменения на этой карте связанные с центром ковалы дальше давайте обратимся к карте карта здесь интересная карта хоть и отсутствует меню но достаточно читаемая иконки как вы можете заметить разделены на цветовые группы естественно каждая цветовая группа принадлежит своему направлению будь то сбор ресурса или то продажа ну а если в частности затронуть точки сбора ресурсов то некоторые из таких точек имеют свойство менять свое положение в зависимости от того закончился там ресурс или нет так например яблочные сады периодически перемещаются если в одном саду закончились яблоки то сад открывается в другом месте ну и такая динамика происходит с многими ресурсами на этом проекте ну и далее немножко еще об особенности к этой карты как видите не подконтрольная территория перенесена вообще в другое место не там где мы привыкли видеть его на острове крым на этой территории всегда выпадают аэродропы за них можно бороться стреляться ну и тому подобное но территория не подконтрольная поэтому там царствуют группировки но есть еще одна территория которую вы сейчас видите она обозначена красным кружочком с черепушкой посередине там появляются конвои вооруженные конвои у которых можно отжать оружие лут но и тому подобное но это во время светлого времени суток а вот ночью там появляется призрак который очень тяжело дамажится и у которого уникальный лут так что вот такая интересная задумка автора на этой карте также вы можете заметить что есть подписи на точках продаж это обозначает что каждая группировка борется за эти точки какая группировка отожмет точку то и будет получать прибыль с этой точки но сейчас как мы видим есть анархия blackwater и сенат но и вот таким вот образом карта показалась мне достаточно интересной единственное что на мой взгляд ей не хватает это полноценного меню но и может быть всплывающих окошек когда наводишь курсор на какую-то иконку далее давайте же быстренько пробежимся по магазинам но и получим наши денежки которые нам здесь полагаются первым же нам попадается магазин одежды ну одежды много не то чтобы уж совсем много ну как видите список достаточно большой но одежда вся достаточно стандартно ничего уникального я здесь не увидел уникальная одежда здесь есть только у группировок но там у медиков правительства ну а для простого гражданина здесь вот такой стандартный набор одежды в общем-то который не вызывает никакого восторга и удивления но он есть в общем-то выбрать есть из чего ну надо сказать что да одежда не так много как хотелось бы и к сожалению нет ничего такого более-менее уникального конечно же есть и головные уборы и аксессуары я имею ввиду очки ну в общем-то достаточно стандартно и из всего что я посмотрел мне понравилась только вот за желтая шляпа в общем-то ее я потом и планирую приобрести ну а так все достаточно стоково ну скучновато из жилетов вообще ничего интересного нет только разгрузки вот такой в общем вот магазинчик здесь он нас ничем удивить не может теперь проследуем банкомату и посмотрим какие же подъемные нам выплачивать вот меню банкомата меню выдержано в стиле этого проекта здесь все менюшки выглядят вот таким вот синий голубым цветом но на мой взгляд меню немножко замудреная какое-то но это вкусовщина кому что нравится для меня но с какой-то с одной стороны слишком простое с другой стороны какой-то очень уж замудреная но выглядит вот так вот стильно в общем-то снимаем наши денюжки и продолжаем движение к банкоматам мы еще вернемся здесь с ними тоже связано определенный ряд событий ну а мы пока проследуем стоящий рядом с банкоматом магазин хостоваров вот так вот он здесь выглядит стоит такая вот касса очень похожая на кассу из какого-то гипермаркета и даже есть значок я конечно могу ошибаться но по-моему это значок гипермаркета спар ну ладно не в этом дело вот так вот выглядит магазин и вот такое вот меню заметьте здесь магазины можно приобретать то есть каждый игрок может купить себе вот например этот магазин я попробовал купить но это происходит здесь не так то просто ну и пока мы стоим и смотрим на этот магазин я объясню как же здесь это все происходит почему не просто а не просто потому что любой магазин действительно можно купить будь то хостовары будь то продуктовый магазин или автозаправочная сеть ну или аптекарская какая-то сеть, все это можно покупать. Но не то чтобы сеть, можно покупать отдельный магазин. Каждый игрок может купить не больше двух магазинов. Все это регламентируется через правительство этого острова. И сделано это для того, чтобы какой-то старенький игрок, который играет на этом проекте уже давно и уже разбогател, не смог купить здесь все магазины. Чтобы для новичка, пришедшего на этот проект, тоже была какая-то возможность купить какой-то бизнес. И вот я считаю, что это абсолютно правильное решение. Шансы должны быть у всех. И вот проекты GTA 5 показывают нам, что когда новичок приходит, у него нет ни жилья, ни возможности купить бизнеса. Здесь же это все регламентируется. Вы не сможете скупить все магазины на этом проекте. Пришедший вновь игрок тоже может заработать и купить себе какой-то, может быть, небольшой бизнес. Ну а касаемо меню магазина, вы сейчас видите. Как я и уже и говорил, все здесь, все меню выдержаны в одном сине-голубом цвете. Ну, модельки как модельки, в общем-то магазин как магазин. Ничего удивительного здесь нет. Единственное, что мы можем видеть, так как этот магазин куплен, то владелец этого магазина выставляет здесь свои товары. Вот бочки под керосин, бензинный дизель, там, канистры. Ну, в общем, то, что он пожелает здесь выставить, он здесь продает. Я же тем временем зашел в соседний магазин, переоделся и пошел дальше. А дальше у нас магазин лицензии. И он здесь тоже интересный. Ну, а в общем-то интересен он только тем, что в нем нет лицензии. Как видите, представлены только основные. Это транспортные лицензии и лицензия домовладельца. Все. Все остальное не лицензируется. Иди и занимайся чем хочешь. А я же пошел продолжать исследовать этот проект. И вот наткнулся на такой вот магазинчик. Магазинчик достаточно странный, как вы видите. В нем продается всего один квадроцикл. Кстати, этот квадроцикл можно перекрашивать, как вы видите. Это встречается достаточно нечасто. Но в этом магазине только он и все. Странное решение. Я бы, например, вывел его в магазин мотоциклов. А магазин мотоциклов здесь есть. Также здесь, в этом же здании, есть торговая площадка. Выглядит она вот так же. Тоже выдержана в том же стиле. Сине-голубые цвета. Но от оформления, мне кажется, не очень красиво. Я уже показывал, как это можно было оформить в стиле Авито или в стиле ОЛХ. Люди делают такое подобие интернет-проектов. Здесь же все очень скромненько. Но здесь можно выставлять то, что вы накрафтили. А надо сказать, что крафтовая система здесь представляет, наверное, 80% всего геймплея. Что же я имею в виду, говоря 80%? А дело в том, что здесь не просто нужно крафтить какие-то вещи для себя. Здесь точно так же можно выполнять контракты нелегальных организаций и доставлять и крафтить для них. Точно так же можно договариваться с владельцами магазинов и продавать свой накрафченный товар через их сеть магазинов. Точно так же можно получить заказ на крафтовые изделия и от медицинских работников. Кстати, посмотрите, какое здесь медицинское учреждение стоит. Подобное здание я показывал всего один раз на проекте Genesis. Здание действительно красивое, уникальное. Оно оформлено внутри очень красиво. Оно функциональное. Ну и в отличие от остальных, наверное, проектов, это здание не так заезжено, не так затаскано. Оно все-таки как-то радует глаз, оно необычное. Ну и находиться рядом с ним достаточно приятно. Здравствуйте. Здравствуйте. Что-то хотели? Да, вот только прилетел на остров, хотел бы узнать, а где здесь продается еда? Так, сейчас вам скажу, секунду. Извиняюсь за... Марноваш паспорт. Да, да, сейчас. А это делается как обычно? Нет, Windows паспорт. Нажимать кнопочкой Windows левый и паспорт. И вот эту вот сценку я показал вам не просто так. Дело в том, что здесь изменена система взаимосвязи между игроками. Все выведено на кнопку Windows. Как вы видели, выскакивает кружочек, и там вы выбираете свое действие. Еще я обратился к этому медику с просьбой разъяснить мне, где же здесь покупать продукты. Продукты здесь продаются только на заправках. Заправки можно также покупать, как и магазины, и продавать там, как и еду, которая там появляется. Но точно так же можно крафтить и продавать там свою еду. Но это в том случае, если у вас куплена заправка. Ну и разобравшись с этим, я отправился дальше. Ну а дальше у меня стоял на пути автосалон, магазин мототехники. В общем, здесь все в одном. Выглядит это вот таким вот образом. Стоит в том месте, где обычно ставится полицейское управление на стандартные сборки. Ну а само же здание, я бы сказал, достаточно стандартное. Оно встречается очень часто. Ну а вот сама мототехника. Как я всегда и говорю, меня мототехника никогда не интересует. По простой причине, что в армии нету двухколесного транспорта. Поэтому все добавленные эти моды, они такие, на мой взгляд, кривовастенькие. И самой техники управления двухколесным транспортом вообще в армии нету. Она добавленная, поэтому мне она абсолютно не нравится. Ну, для тех, кто любит мототехнику в армии, пожалуйста, вот здесь есть такое вот количество мотоциклов. Переходим к следующей вывеске. И здесь уже автотранспорт. Ну и его такое, достаточно приличное количество. И я бы сказал, что очень много отечественного транспорта. Здесь, как видим, и АК. Здесь же есть и Запорожец. Но говоря, что большое количество отечественного транспорта, я не имею в виду именно вот этот магазин. Я имею в виду на проекте очень большое количество отечественного транспорта. Но в дальнейшем мы это увидим. Ну, а вообще ассортимент магазина вы сейчас видите. Все то же самое оформление. Достаточно информативное. Это, в общем-то, все та же старая табличка, только выкрашена в другие цвета. Потому как никак не отличается от старой сборки. Только что цвета сделаны не черные, а сине-голубые. Ну, вот такое вот количество автомобилей. Есть покрасочки, есть информативная таблица. В общем-то, все достаточно интересно. Машинки на любой вкус. Есть тут и в этом же магазине и элитный транспорт для VIP-игроков. Ну, а мне же, как несложно заметить, хватает либо на АКу, либо на Запорожец. Ну, АКи очень маленький багажник, поэтому мне придется купить Запорожец. Запорожец хочу приобрести в таких голубых тонах. Ну, во-первых, такой интерьер магазина, оформленный, ну, и вообще проекта в голубых тонах. Ну, и такие запорожцы встречались мне очень часто в жизни. Голубых цветов. Поэтому хочу приобрести вот такой вот автомобильчик. Ну, давайте попробуем это сделать. Только перед этим покажу еще одно отделение этого магазина. Здесь представлено вот такой вот вид транспорта. Это то ли элитный, то ли внедорожный. Я не знаю, как это характеризовать. Ну, в общем, вот такая вот категория автомобилей здесь представлена. Не знаю, как это у них подразделяется. Ну, вот такой вот транспорт. А возвращаясь к покупке мною Запорожеца, должен сказать, что здесь весь транспорт продается исключительно за безналичный расчет. Поэтому я жмыхал-жмыхал, а выскакивает табличка, у вас не хватает денег. И вот сейчас можно сказать, что я всегда говорю спасибо автору за то, что поставил банкомат. Как видите, банкомата здесь нету. А значит, мне придется бежать в центр Ковалы, чтобы снять деньги. Ну, и хоть мне подобная система совсем не нравится, в защиту этого проекта я должен сказать. А дело в том, что банкоматы здесь не стоят везде по одной простой причине. Деньги здесь в банкоматы завозят инкассаторы. Во всех банкоматах этого проекта деньги не бесконечные. Они кончаются, и их туда надо завозить. Сами же денежные средства выдает губернатор. И берет он их не откуда-нибудь, а из казны. А сама же государственная казна пополняется за счет налогов и точек, принадлежащих Сенату. Вот по этой причине банкоматов на этом проекте ограниченное количество. Ну, и это понятно почему. Ну, а мы возвращаемся к нашему запорожцу. Ну, и вот тут я ничего хорошего рассказать не могу. Несмотря на мою любовь к отечественному транспорту, здесь представлена, ну, я бы сказал, жуткая модель. Как видите, внутри не прорисовано практически ничего. Ну, и на просторах армы бытует такое мнение, что очень сильно детализированные модели автомобилей пожирают FPS. И я с этим, конечно же, соглашусь. Но вот в этом случае, наверное, переборщ. Потому что эта модель должна, наверное, добавлять FPS. Потому что в ней нет вообще ничего. Находиться внутри, ну, я бы сказал, неприятно. Нет ощущения, что вы в машине. Перед вами какие-то размыленные текстуры черного цвета. Хрен пойми чего. Машина мне очень не понравилась. Ну, просто очень. Ну, и на этой говномашинке я поехал на площадь Ковалы, где и повстречался с ребятами. И тут надо вернуться к тому моменту, когда я говорил, что крафтовая система здесь занимает, ну, наверное, процентов 70-80 всего геймплея. Ребята искали как раз нужные детали, а их не было. И они предложили мне контракт. Ну, не контракт, а просто мы с ними договорились. Смотри, если медь сделаешь, если скрафтишь там медные провода, то мы штук, ну, штук 40, наверное, возьмем медного провода. Потом из нефти, если будешь делать, там, пластик возьмем, короче. Такое все. А, то есть тут, я так понимаю, все на крафте завязано, да? Ну, да, тут много чего на крафте. Вообще все, все ресурсы, что продается, это все крафтится там. Чей магазин, кому магазин, прям, бюджет, он крафтит, типа, и продает там магазин. Ну, и вот таким вот образом, друзья мои, я поехал не просто показать вам какой-то ресурс и просто поковыряться, заработать каких-то денег. Я выполняю определенный заказ. И я скажу, что это замечательно. Это взаимодействие между игроками, это отношение между игроками. Вот это и есть настоящее РП. Поэтому я поехал добывать первые свои ресурсы. А вот, прибыв на точку добычи меди, я был немножко расстроен и разочарован. Точка абсолютно не тронута. Она даже не в стоковом состоянии этой сборки. Она вообще в стоковом состоянии. В том, в котором ее создала студия Богемия. Данная точка, к сожалению, не подверглась вообще никаким изменениям. Но зато меня порадовал сам сбор ресурсов. Вы можете заметить, что куча вот этой вот руды появляется сразу же передо мной. Мне не надо оборачиваться и искать, где она срандомилась. Она всегда будет появляться передо мной. Вот посмотрите, что я делаю. Я добываю ее, и она появляется передо мной. Я перебегаю на другое место, и она все равно появляется передо мной. Мне не надо больше бегать и искать. Она всегда будет передо мной. И так сделано на всех точках сбора ресурсов. Чтобы вы не добывали, будь то бочка, будь то ящики с яблоками, они всегда будут стоять ровно перед вами. Бегать вам больше не придется. На мой взгляд, это отличное решение, избавляющее меня от лишней беготни на точке добычи. Посмотрите, как это сделано. Ну, замечательно. Не понимаю, почему бы не делать так на всех проектах. Ну, а возвращаясь к дизайну точки, то да, конечно, вокруг царит сплошная унылость. Нету даже какого-то простецкого объекта. Ну, ладно, мы выдвигаемся дальше. И дальше мне бы хотелось поговорить про замененные текстуры дорожного покрытия. А именно, про второстепенные дороги с грунтовым покрытием. Ну, и не секрет, что на многих проектах эти второстепенные дороги заменены. Заменены на другие какие-то похожие на асфальт текстуры или похожие на какие-то каменистые дороги. Не в этом суть. А суть в том, что, как вы можете заметить, я сейчас как раз нахожусь на такой второстепенной дороге с грунтовым покрытием. Но в отличие от других проектов, здесь, когда вы едете по замененной текстуре, пыль убрана. И именно это отличает этот проект от других, на которых текстуры заменены, но пыль все равно стоит столбом. Здесь же, когда вы выезжаете на замененную текстуру, пыль исчезает. И это еще одна уникальная фишка этого проекта. И согласитесь, играть, когда пыли меньше, гораздо приятнее. Ну, а вот так выглядит здесь точка переработки меди. Ничего интересного, как я уже говорил, на точках добычи меди переработки вы не увидите. В этом плане проект очень сухой. Но в данном случае эта точка является точкой переработки и меди, и железа. То есть два в одном. Выбираете нужный вам пункт, и начинается переработка. Скорость переработки очень высокая, но на это сейчас можно не обращать внимания. При заходе на этот проект мне дали VIP. Поэтому у меня все происходит очень быстро. Хотя я не просил. Я не знаю, в какой момент его начисляют. Но если вы заходите на этот проект, вам сразу же на неделю падает VIP четвертого уровня. Ну, а поэтому, если вы не собираетесь продолжать, то я думаю, что и сборы ресурсов, и переработка их в дальнейшем будет выглядеть, ну, гораздо дольше. Ну, а если говорить про сами ресурсы, то здесь присутствует вариативность. Я уже такое показывал и рассказывал. Есть длинные цепочки, есть короткие цепочки. Вы можете, как на примере вот этой же меди, собрать медь, переработать ее в слитки и продать. Причем продать вы можете как частному лицу, так на торговой площадке, так и скупщику. А можете поехать длинным путем, набрать меди, переработать в слитки и поехать сделать из нее ленту. И опять, ленту вы можете продать на торговой площадке или скупщику медных изделий. Ну, или третий вариант, которым я сейчас занимаюсь, я собираю медь, перерабатываю ее в слитки, и уже из слитков я буду делать провода. А вот провода я уже могу продать напрямую либо какому-то человеку, либо вот этим людям, с которым я договорился. Продавать же я их буду через торговую площадку. Вот такая вот вариативность присутствует на этом проекте. Выбор только за вами. Ну и также надо добавить, что цены, которые вы назначаете, зависят только от вас. Вы можете назначить абсолютно любую цену. Я же ориентировался на рынок. Я смотрел, сколько это стоит на рынке и примерно за такую же цену выставлял на торговой площадке. Вот такая вот здесь система. На мой взгляд, очень и очень интересная. Ну а сам же крафт проводов выглядит следующим образом. Мы берем наши слитки уже готовые, заходим в планшет. Кстати, вот так вот выглядит планшет. Здесь выбираем меню крафта. В крафте выбираем позицию, которая нам нужна, провода. И нажимаем кнопку скрафтить. В общем-то и все. Единственное, что здесь можно добавить, что каждая позиция требует какое-то определенное количество ингредиентов. Небольшие математические вычисления, и все, у вас все будет хорошо. Ну и все, можно ехать продавать. Но по пути в Ковалу мне встретился вот этот вот памятник анахронизму. Да, к сожалению, на этом проекте есть блокпост, который я всегда, в общем-то, можно сказать, обсираю. Но я действительно не понимаю этого объекта на этих картах. Я всегда говорю, что здесь однобокое РП. Ну вот давайте посмотрим на этот памятник анахронизму, и давайте послушаем, прав я в своих обзорах или нет. А я всегда говорю, что все РП, которое здесь происходит, это остановитесь, покажите документы, куда вы следуете. Ну и бывают еще вещи на досмотр. Здравствуйте. Здравствуйте. Полиция. Да я уж понял. Лейтенант Шепард. Да, слушаю вас. Можно, пожалуйста, документы увидеть, узнать цель вашей поездки, куда едете, зачем? Цель поездки ознакомительная. Знакомлюсь с местностью, только приехал. Угу, угу. Транспорт-призердист. Так, можно ваши документы, пожалуйста? Да, сейчас. Так, так, тут как-то что-то сейчас разберемся. Ага, вот так дал? Да-да-да-да-да. Во, все, разобрался. Угу. Алекс Нортон. В розыске не находится? Да вряд ли. Ну, вдруг. Ну и вот, друзья, как я и всегда и говорю, однобок и РП, одни и те же фразы, одно и то же. Остановитесь, покажите документы, куда едете. В общем-то, это надоедает. Это очень быстро надоедает. Скажу честно, в этот день меня остановили еще два раза. На этом же месте. И уже на четвертый раз я поехал в объезд. Можете обвинять меня в нон-РП. Ну, согласитесь, это надоедает. Одно и то же, одно и то же. И за дня в день. Я абсолютно нормально и спокойно отношусь, когда полиция останавливает меня вблизь какого-нибудь нелегального ресурса. Или когда я натыкаюсь на какую-то спонтанно созданную облаву. Или проверку всех там проезжающих мимо машин. Или какая-то ориентировка. Я к этому всему спокойно отношусь. Это настоящий РП. Это люди играют. То, что происходит на этих постах анахронизма, честное слово, за 8 лет игры мне это уже сильно надоело. Одно и то же. Одно и то же. И вот я вам это опять показал. Ну, а сейчас, как вы можете заметить, мы подъехали к магазину грузовиков. Он стоит в том же штатном месте и, к сожалению, никак больше не оформлен. Это такая достаточно стандартная точка. Ну, и хоть сам магазин нас ничем не удивляет, но выбор мне очень понравился. Как я и говорил, здесь очень много отечественного транспорта. И я, когда это произносил, я имел в виду и вот этот магазин тоже. Посмотрите, сколько здесь автомобилей и практически все они отечественного производства. Ну, или постсоветского производства. Можно еще и так сказать. И вот сейчас перед вашими глазами луазик с двумя бочками внутри. Луазиков два вида. И бочки нарисованы не просто так. Это не декорации. Это действительно бочки, в которых вы можете перевозить нефть. Как вы можете вспомнить, в самом начале я говорил, что здесь все завязано на крафте. Наверное, 70-80% всего геймплея это крафтовая система. Так вот, здесь вы можете с самого начала на первоначальной машине уже добывать нефть. Потому что вам нужно будет что-то крафтить. И это опять фишка и уникальное решение этого проекта. Вам не нужна ни лицензия, ни какая-то большая машина. Вы сразу же можете купить себе маленький луазик. И да, пускай там немного места. Но для того, чтобы скрафтить какие-то вещи, вам этого хватит. Это и отличает этот проект от остальных тем, что вам не нужно копить на лицензию, копить на какую-то большую машину. А они обычно представлены первоначально. Это вот эта стандартная газелька, она бывает с бочкой. Этого всего вам не надо. Вы можете взять сразу же маленькую машинку и все, и занимайтесь своими делами. Занимайтесь и участвуйте в крафте. Ну а остальной транспорт, который представлен в этом магазине, вы видите. Как я и говорил, огромное количество отечественного автопрома. Отечественного, постсоветского, ну или советского. Как хотите. Ну это вот наши, так сказать, машины. Какие-то машинки из этого списка мы сегодня посмотрим. Ну а начнем мы, наверное, с этого луазика. И начнем мы с него даже, наверное, не потому, что мне хватает денег только на него. А потому, что экономика этого проекта устроена так, что очень быстро разбогатеть вам не получится. Вы все равно пройдете все вот эти вот ступени, связанные с начальным автотранспортом. Ну а что касаемо машинки, то вы видели, как она выглядит. И видите, как выглядит внутри. К сожалению, да, машинки здесь все вот такие вот. Они не очень красивые. Да, эта машинка получше прорисована, получше сделана, чем запорожец. Но, как видите, все равно приборы не работают. И текстурки, я бы сказал, ну очень, не очень. Вот так вот. И да, кстати, на этой машине меня тоже останавливали. И, как видите, все на том же посту. Ну а ИРП все то же самое. Куда едете, документы покажите и тому подобное. Ну а о том, как я здесь существовал, и какие еще есть уникальные решения на этом проекте, мы увидим в следующей серии. На этом у меня все. Спасибо всем, кто посмотрел. И всего вам доброго. Субтитры сделал DimaTorzok